Ну давайте делать выводы, потому что впереди тяжелое время. Это просто феерично. Послушайте. А насчет такси, которое заполонили мигранты, так потому что туда местных не берут работать уже. Они диаспоры вытесняют наших рабочих. Наши водители жалуются массово, что не могут поступить на работу в такси, потому что диаспоры держат эту поляну. Они вам жалуются? Слушайте, и в том числе, почитайте, все водители жалуются, что диаспоры просто оккупировали. То есть депутат Милонов поехал в чужую страну, на Донбасс, защищать русских. А в это время мигранты оккупировали Москву и Питер и нарушают права русских, притесняя их. Но спецоперация проходит в Украине. Умом Россию не понять. Окей, вас заставили, не знаю, еще что-то случилось. Вы сами захотели, окей, убираем это в сторону. Но песня про ракеты, то есть вы говорите, что ракеты это круто, и убивать круто, и стрелять ракетами круто. Вот это страшно. Ну то есть покажите номер про, не знаю, Сбербанк, условно. Покажите просто номер, муж пришел домой, жена не спит, и все. А почему песня про ракеты? Вот это действительно то, что некоторые мои друзья говорят, это соучастие. То есть я не выработал, я не хочу их ненавидеть, но и любить уже не могу. И я пока не понимаю, как мне вообще к этому относиться. Кстати, уже все цивилизованные страны осудили атаку на Израиль, включая Украину. А знаете, кто не осудил? Те, кого поддерживает израильская вата. Рашка. Посмотрите, как расистские провоенные каналы радуются атаке на Израиль. Как они это смакуют. И если для них это нормально, потому что расизм – суть неонацизм и антисемитизм, то расисты, проживающие в Израиле – это особый сорт тупых мразотных тварей. Ну, здравствуйте, друзья мои. Видите, какое пожелание? Я остановилась на нем особо, потому что хочу предупредить. Эти люди особо опасны. Чем же опасно такое пожелание, хотя мне прилетело два десятка? Это прилетело с прорусского аккаунта. На прорусском аккаунте вот такое пожелание, какое только от укропа и прилетит. А что это значит? Создаются фальшивые аккаунты. Между нами, ребята, сидят вот такие вот фальшивки, греют уши, висят. После этого обваливаются наши аккаунты. Но где-то же не вынесла душа поэта и выплюнулась вот такое вот пожелание. Ребята, будьте осторожны. Не каждый аккаунт, на котором нет лица, но прилеплено несколько картинок русского содержания, это свой. Там может сидеть просто враг. Вот такой, с таким пожеланием. То, что ждет сейчас власть Израиля, мне кажется, там абсолютно точно снесен будет кабинет на Таняху, потому что это, ну, как только это чуть-чуть успокоится. Вопрос, когда успокоится. И мне кажется, что на Таняху тоже прекрасно понимаешь, что его кабинет будет снесен. Как только что-то успокоится. И война будет продолжаться намного дольше, чем, может быть, даже и могла бы продолжаться. Чистая ситуация Украины. Чистая ситуация. Сейчас не до них оказался в ситуации Зеленского. Странным образом. Любой конфликт в мире сейчас выгоден нам. Особенно там, где секутся интересы Соединенных Штатов. Давайте не будем кривить душой. Любой конфликт. И кто мы таки, если пройдемо повз золотые слова того, кто когда-то просто вибухнет во время своего собственного эфира. Так, он абсолютный гуру пропагандистской российской машины. Его можно цитировать, переглядать бесконечно. Но погодьтесь, с его настроем, с его интонацией, с того, как он верещит, нам стае очевидно. В Росії все иде за планом. Израиль могут оказаться настолько далеко идущими, что все, что мы знали о мире, в какой-то момент времени будет подвергнуто сомнению. Я не исключаю возможности того, что Израиль, который сегодня заявил, что Хамас открыл врата в ад и ответственность будет лежать на них, обозначает, что Израиль готов к использованию ядерного оружия. Я думаю, но мир точно идет к гигантской войне. В принципе, мы не думали, что нам придется воевать. Мы думали, что все нормально, мирно. Наши соседи будут вести себя так, как они нам всегда рассказывали. А оказалось, нет. Поэтому вот заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак нашего государства. Таких вот, не таких, как здесь, а более масштабных центров будет несколько по периметру нашей границы с учетом современных войн. Все здесь создавалось с учетом боевых действий в Украине и с учетом инструкторов, спасибо им, Чемаковатам, которые приезжали и рассказывали, показывали нам, как это в бою. Отличия небольшие, правда, были с теми знаниями, которыми мы обладаем. Но они были. Были и существенные отличия. И мы рекомендации эти выполняли. Ребята наши, я уже говорил, с удовольствием с ними тренировались. Этот опыт современной войны, он полностью нами усвоен. Зеленский превратился в маленького, злобного человечка. Но актер без публики просто сходит с ума. То есть он привык быть в центре внимания, а тут никому не интересен. Украины в трендах нет. Зеленскому даже позвонить некому, с ним никто разговаривать не будет. Его спросят, вы евреи? Он скажет, да, почему не в Израиле? И когда он скажет, так у меня же и гражданцами, говорят, что случилось? У Бени, вон сколько паспортов, он что, вам не мог сделать по блату? Или все-таки немножечко было? Кстати, а кто-нибудь проверял, как с паспортами было до того? До эпохи материализма, научного коммунизма, атеизма. А столько, сколько он работал в России, может ли вы русские есть где-то? Ну, паспорт же не нашли. Ну, можно поискать, то есть я ничему не удивлюсь. Я тоже. Это такой способный был штимп, основные деньги он зарабатывал на российских телеканалах. Да, на российских телеканалах. Да, на российской аудитории всегда, конечно, даже сомнения нет. Российских корпоративов. Только он был уверен, что его должны любить, и все будет хорошо. А потом он решил, хорошо, меня не любят России, меня любит весь мир. Смотрите, как меня встречают, смотрите, какой я герой. А тут пришлось даже, я смотрю, грязную зеленую маечку сменить. Уже не пошла, пришлось на черную, или он так зелененькое заносил, что уже черненьким стало от грязи. Притом, ну, как-то печально ему, потому что, ну, Владимир Владимирович выложил сейчас у себя в телеграм-канале очень остроумную такую карикатуру, которую итальянцы. Такие телефонные разговоры. То есть он бы рад пожаловаться на Путина там. Это проклятый Путин. Сейчас я позвоню своим западным союзникам, и ты увидишь. Кто это? Здравствуйте, западные союзники. Можете мне еще прислать оружие? Но кто это? Зеленский, Украина. А, тут война теперь намного круче. До свидания. Пип-пип-пип. Хм, я пойду тогда. Хорошо, спасибо, союзники, пока. Итальянцы уже издеваются. Или патта кот и диано. Издевается. Над этим идиотто патентата. А Зеленский так ничего не понял. А зачем ему нужно еще оружие? Чтобы опять Хамасу продать? Притом настолько кретинно, что он говорит, я знаю точно, за Хамасом стоит Россия. Ну, вообще уже охренел. Ну, во-первых, ты и точно, это уже смешно. А затем, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев так хорошо ответил. А это Зеленский во время совместной пересконференции с президентом Румынии. Но вопрос о том, кто может стоять за Хамасом, мне еще нравится этот вопрос. Зеленский. Кто может стоять за Хамасом? Во-первых, сначала спросите, а Зеленский отличает Хамас от Хумуса? Как было в свое время в комедии с одним британским актером. Сашей. Ну, в общем, такой же Зеленский, в общем, такой же неспособный. Саша Барон Койнов. Саша Барон Койнов, да. Кто стоит за Хамасом, я думаю, ответ очень прост. Кто их поддерживает. Поддерживает публично, поддерживает оружием. И это же не один день. Это происходит длительное время. Я думаю, что здесь может быть развертый ответ, который вы сами можете найти. А так что в сетях вы можете видеть по сеткам, кто дает ответы на институт. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответственными шагами. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Патреон или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.